Привет, малыш! Я хочу пригласить тебя в сказочное путешествие за закрытыми глазами. Уверена, что ты с большим удовольствием пустишься в это приключение со мной. Хочу предупредить, что нужно обязательно дослушать сказку до конца. Там тебя ждет интересная развязка сюрприз. Представь поле из одуванчиков. Ты – один из одуванчиков на этом поле. Почувствуй солнечное, приятное тепло, мягкость от пуховых цветков, которые тебя окружают. Легкий ветерок дует на одуванчике, и пушинки отделяются от серединки цветка и летят по воздуху. Понаблюдай, последи за ними. Теперь ты – пушинка. Одна из миллиона. Это ты летишь в окружении мягких, теплых пушинок. Тебе невероятно приятно. Тебе комфортно, спокойно и легко парить в воздухе. Наслаждайся. Ты пролетаешь над лугами, лесами и полями, над озерами, реками, морями и океанами, над городами и деревнями. Ты наблюдаешь под собой дикую природу и места, где обитают люди. Где-то ты видишь красивую природу и ни одной живой души, а где-то ты видишь живых существ под собой – животных, птиц и обитателей воды. Вдруг ты видишь, как мимо тебя пролетает сокол, невероятно быстрый, быстрее ветра. Ты едва успела или успела его заметить. Ты смотришь, как сокол пролетает мимо, вправо и влево, обгоняя других птиц. Ты мечтаешь обладать его скоростью и ловкостью. Представляешь себя впереди всех. И вдруг сокол подлетает к тебе и одним взмахом крыльев осыпает тебя серебристым облаком. Ты чувствуешь, как приятная, мятная прохлада разливается по всему твоему телу. Тебе приятно и легко. Ты все еще пушинка. И тебе все еще интересно лететь дальше навстречу новым приключениям. Вот ты спускаешься ниже и пролетаешь над лесом. Ты замечаешь сову, которая сидит на дереве, красивую, с большими глазами и умным взглядом. Ты знаешь, что сова славится своей мудростью. Сова знает все. И ты бы очень хотела или хотела обладать умом совы. Для отличной учебы. Для смекалки в принятии решений. Для эрудиции в общении с друзьями. Ты опускаешься на ветку напротив совы. Ты любуешься ею. И тут сова взлетает и оставляет вместо себя на ветке большой золотой прозрачный шар. Ты подлетаешь и видишь, что этот шар – ничто иное, как сгусток золотой энергии. Ты пролетаешь насквозь и чувствуешь, как приятное тепло полностью окутало и прогрело тебя, как летние лучи солнца. Тебе приятно и легко. Ты все еще пушинка. И тебе все еще интересно лететь дальше навстречу новым приключениям. Ты пролетаешь над красивым, огромным океаном. Ты наслаждаешься видом бескрайней глади голубой воды. Вдруг ты замечаешь, как резвится стая дельфинов. Они то скрываются из виду под водой, то весело выпрыгивают из воды, как акробаты в цирке. Ты радуешься им. Твоя душа поет и ликует. Дельфины – невероятно добрые и позитивные существа. Ты смотришь на них и думаешь, вот бы мне всегда обладать такой радостью и позитивом, и никогда не грустить. И вдруг один из дельфинов выпрыгивает из воды высоко-высоко, пролетает над тобой, и ты ощущаешь мелкие бодрящие брызги воды на себе. Ты смеешься, у тебя отличное настроение. Ты чувствуешь, как только что дельфин поделился с тобой чем-то очень хорошим. Тебе приятно и легко. Ты все еще пушинка, и тебе все еще интересно лететь дальше навстречу новым приключениям. Вдруг ты обнаруживаешь, что ты пролетаешь на сафари и видишь прайд львов, которые нежатся на солнце. Возвышаясь над ними, на высоком камне, лежит большой красивый лев. Грациозный, спокойный, уверенный в себе. Лев обладает благородством, силой и смелостью. Он вызывает безусловное уважение к нему у всех вокруг. Ты опускаешься на куст неподалеку и любуешься львом. Ты восхищаешься им и мечтаешь быть как он, иметь сильный характер, чувство собственного достоинства и уверенность в себе. Вдруг лев поднимает голову, поворачивает ее в твою сторону и издает громкий, красивый царский рык. Волна звука, как небольшое землетрясение, вибрации проходят сквозь тебя. Это так круто, как американские горки. Просто захватывает дух. Тебе приятно и легко. Ты все еще пушинка. И тебе все еще интересно лететь дальше навстречу новым приключениям. Ты летишь, любуешься красотой природы, наслаждаешься теплой солнечной погодой и оказываешься над местами поселения людей. Ты пролетаешь над дорогами, зданиями, пешеходными улицами, парками. В одном из парков ты видишь, как между собой играют несколько собак. Рядом с ними гуляют их хозяева. Собаки резвятся, катаются по траве и бегают друг за другом. Если хозяин зовет свою собаку, то она тут же бросает игры и послушно бежит к нему. Хозяин гладит ее, обнимает, играет с ней, бросает палку или мяч, и собака с удовольствием несет ему это назад. Они счастливы тому, что они есть друг у друга. Собаки известны своей преданностью, отзывчивостью и добротой. Собака – лучший друг. Она всегда рядом, никогда не обманет, никогда не предаст. Ты думаешь, вот было бы здорово иметь таких же преданных и верных друзей. И только эта мысль промелькнула у тебя в голове, как кто-то слегка потрогал тебя по плечу. Ты открываешь глаза и обнаруживаешь, что ты, оказывается, лежишь на лужайке под деревом и просто решила ли решила немножко вздремнуть. И это был только прекрасный сон. Вокруг ты видишь несколько своих верных близких друзей, с которыми тебе всегда интересно и весело. Ты думаешь, вот это да, желание про друзей из моего сна сбылось точь в точь. Спасибо, собачки. Друзья зовут тебя играть в догонялки. Ты с удовольствием соглашаешься. Вы бежите, смеетесь, как те дельфины, которые были в твоем сне. Это они подарили тебе вечную радость и позитив. И теперь у тебя всегда будет отличное настроение. А к неприятностям ты будешь относиться легко и оптимистично. Спасибо, дельфины. Ты ловко перепрыгиваешь через скамейку, через бордюр, через лужу. В мгновение ока перелазишь через забор. Обгоняешь всех. И вдруг ты понимаешь, что это сокол поделился с тобой скоростью и ловкостью. Спасибо, сокол. Вы набегались и устали. Решили присесть в парке, поесть мороженого и поболтать. Ты видишь, с каким уважением друзья общаются с тобой, прислушиваются к твоему мнению, делятся своими мыслями, советуются. Так будет всегда. Это лев наградил тебя качествами характера, которые вызывают безусловное уважение у окружающих. Спасибо, лев. И тут к тебе подходит твой друг и говорит, а можно я зайду к тебе вечером, и ты поможешь мне с математикой? Ты умнее всех в классе. Ты отвечаешь вслух. Конечно, без проблем. А про себя ты улыбаешься и говоришь. Спасибо, сова. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok